Масштаб эколого-патриотической акции впечатлял. Субботним утром около 2000 человек, вооруженных граблями и метёлками, сразу с трёх разных точек начали наступление на рукотворные проблемы Таманского леса. Наступление на мусор велось на площади около 300 гектаров. Многие пришли на субботник целыми семьями. Алфёровы – одни из них. Любовь доказывают делом, ведь это то, чему хотелось бы научить детей. Пустомель много, ответственных созидателей, к сожалению, не очень. Наш город самый красивый, самый чистый, самый зелёный. Здесь живут счастливые люди. Ну и мы обязаны просто принять участие в том, чтобы он стал ещё чище, ещё краше, ещё зеленее. Таманский лес уже давно страдает от обильного загрязнения. Это часто является предметом обсуждений и споров в городском сообществе. Недавно возмущение группы горожан вызвало намерение построить новый перинатальный центр, где ради будущего здоровых детей надо пожертвовать пятью сотнями деревьев из Таманского массива. Пара-тройка активистов, в основном из числа уже испытавших радость родительства, даже собрались на митинг, требуя построить роддом в другом месте. В чистом поле, может даже в другом городе или населённом пункте. Вот взять, допустим, село Александровское. Оно находится в самом центре края. 100 километров от Ставрополя, 100 километров от Будённовска, от Каминвод, 60 километров. Выставлять такие требования этих людей заставляет якобы безграничная любовь к лесу. И лесным братьям роддом нарушит привычный ритм их жизни. Этот лес, он вырос благодаря почве, а почвы создавали животные. Значит, здесь живут тысячи, вот на одном квадратном метре, тысячи видов различных животных. От грибов, плесени, водорослей до различных калабраток, червей, в том числе там и мышей, и ежи живут в земле. Это ночные животные, выходят, и жители ближайших улиц, они видят этих уникальных животных. Что ценнее, дети или ёжики? На этот вопрос однозначный ответ дали участники городского экологического совета, которые согласились с аргументами Минздрава о необходимости комплексного размещения перинатального центра рядом со взрослой и детской клиническими больницами, чтобы не терять драгоценные минуты на транспортировку роженицы или младенца, если понадобится узкопрофильная или реанимационная медицинская помощь. Когда комиссионные не выезжали, мы предлагали места. Мы предлагали места и рядом с 4-й больницей, и свободное, буквально, пятно застройки. Категорично было отказано в этом плане. И было предложено изыскать место рядом с краевой взрослой и краевой детской больницей. Сегодня проект краевого перинатального центра проходит государственную экспертизу. А те, кому действительно дорог Таманский лес, взялись за его очистку. Итог субботней акции – несколько сотен тонн мусора, вывезенного из лесного массива. И это несмотря на то, что такая же масштабная генеральная уборка здесь была буквально три месяца назад. Может, все-таки время наводить порядок? А то от митингов чище не становится. Александр Григоров, Иван Шаталов, Информбюро.